здравствуйте друзья праздничный калифорнийский вечерок мы попросим гену рассказать нам нашим зрителям историю о деде панасе это легендарная личность исторический человек и ну те кто постарше его знают когда вся эта история была ген ну все это началось конец семидесятых начала восьмидесятых годов было вот и все это продолжалось до по моему конца восьмидесятых если я не ошибаюсь на украинском телевидении тогда в киеве сделали передачу в москве была передача на всесоюзном телевидении была передача спокойной ночи малышей и вела тетя валя главная ведущая совершенно замечательная в киеве решили сделать что-то свое и сделали передачу которая называлась на добра не ждите что в переводе именно и значит спокойной ночи малышей они хотели то же самое на украинском да на украинском языке ну чтобы наверное как-то и детей приучить к сказкам и чтобы не забывали язык и как-то его учили с самого детства и вел эту передачу совершенно замечательный актер он закончил театральный институт я я не берусь говорить где наверное в киеве и он работал в одном из киевских театров совершенно прекрасный актер в украинском театре да по моему это был франковский театр я не уверен не сто процентов уверен да это в общем честно не важно у него был украинский язык замечательно у него был прекрасный украинский язык ну как и у всех кто работал в украинских театрах естественно вот и он вел эту передачу в передачи как раз в заставке передачи впервые были была использована пластилиновая мультипликация что это уже появилось потом вот но режиссер один и тот же вот и эта техника была в первый раз использована в заставке передачи надо брони ждите вот так вот актер который исполнял роль деда панаса и рассказывал каждый вечер детям украины сказки он при всем своим замечательном таланте у него был один небольшой минус что иногда бывает в актерской среде скажем так иногда часто это случается в актерской среде он слегка закладывал за воротник ну случается такое чего бывает вот и периодически его предупреждали что нельзя а поскольку передача шла вот очень важный момент передача шла в прямом эфире это было не запись это был прямой эфир а чего бы им не записать вот этого никто понять не может до сих пор так ну скажем когда была история с николай николаевичем озеровым о чем я у него когда мы увидели с ним мне повезло и я встречался с николай николаевичем я ему за вопрос говорю николай николаевич скажите это правда вот эта история из-за которой вас там на три месяца или на полгода лишили прямого эфира да это действительно так и было это действительно было во время матча сборной ссср по футболу вот когда он выругался в прямом эфире почему выругался матерно и вот странили от эфира а вот тут почему писали передачу не писали ее и не пускали в записи а прямом эфире совершенно непонятно но короче говоря чтобы сделать длинную историю короткой его очень часто предупреждали что нельзя на эфир особенно с детишками являться поддавши вот но он вроде так держался все нормально но в какой-то из дней а у него есть фамилия какие ну можно сейчас найти совершенно точно можно найти на интернете он вошел в историю как дед панас он был хорошо одет он был всегда одет вышиванку такую вышиванка рубашка вот такая свытка вот у него было в усе или усы по вашему вот ну в общем такой типично украинский дед то есть мало ему что он выпивал так он еще еврей был при этом да вот ну вот такая беда бывают иногда случается пьющие евреи одновременно вот и он как-то так вот обещал что больше никогда один из далеко не прекрасных для него дней он явился слегка под шофе на передачу и вся перед любая сказка заканчивалась значит он говорил там на добра не ждите малята и тому что такое вот вот заканчивается история которую он читает рассказывает сказку сказка закончилась и вот тут дед панас выдает совершенно гениальную фразу в самом конце передачи и говорит вот такая хуйня малята фраза вошла в историю до фраза вошла в историю во всяком случае у украинского телевидения сто процентов кара счет советского не скажу вот после чего его окончательно и бесповоротно убрали из эфира вот и передачу уже вел другой человек но задекорированные под него же и как сначала да а потом поскольку там грим забирал очень много времени а парень который я вел был довольно молодой мы с ним учились в одном институте театральном харькове вот то наверное этот грим возрастной грим занимал очень много времени и силы и стоил довольно дорого вот по потом перешли на другую систему но вот это был последний всплеск деда панаса который вот так вот и закончился но зато вошел в историю но дед потом мне не то что его там как-то в театре он остался театре остался его просто убрали из этой передачи что в театре со сцены что хочешь говорить ну со сцены тоже в общем нежелательно говори что хочешь но там хоть как-то ну вот а вот эфир на всю страну как-то я помню помянул дед панаса какое-то время назад и мне там написали что он хоть и еврей был но боролся за независимость украины или там что-то такое но если не независимость то как бы возрождение там вставание с колен и так далее вот был было в нем такое или или может быть были основания считать что он как-то вот приложился к этому мишенька я не хочу говорить то чего я не знаю сто процентов вполне возможно по и почему и нет в конце концов но мы чтобы не переходить на политические темы поскольку человек он был не очень наверное уже молодой вот наверное он помнил украинские театры еще тех времен когда в них работал лесси иванович курбас то есть и все великие актеры и наталья ужви и кучма кучма бучма вот вполне возможно вполне возможно это было да это было это были тридцатые годы когда то же самое лесси курбас который получил великолепно великолепнейшее образование в европе театральное вообще образование вот был обвинен свое время в украинском буржуазном национализме и был казнен вот поэтому вполне возможно утверждать не стану насчет деда панаса но они воспринимают как такой именно персонаж в борьбе украины так сказать за за то чтобы быть украиной они чем-то еще ну в свое время скажем если опять это совсем не касается деда панаса но скажем в те времена когда первым секретарем цк компартии украины был товарищ шелест очень серьезно боролся за возрождение украинского в украине вот а потом уже с приходом щербицкого все немножечко так сошло на нет все это стало более централизовано больше русского российского шелеста не за это сняли за это в том числе ага за это это помню что шелеста в свое время когда вот он еще был на должности критиковали за то что там всплеск антисемитизма был вот как бы при приеме там на работу вузы и так далее что он как бы дал серьезный всплеск и он как-то выступал в израиле уже будучи пенсионером это писали в израильских газетах это было очень таким моментом смешным ему там из зала говорят а он уже старик такой добрый такой дедушка вот ему там из зала говорит скажите год но вот как живут будучи первым секторем цк украины значит вот вы там евреев и бежали он говорит я никогда он говорит не относился плохо к лицам еврейской национальности то есть он не подкает слова я тяжело тяжело это слово произнести спустя много лет но господи украина никогда слава богу слава богу этим не страдала большой любовью к евреям со времен богдана хмельницкого все было хорошо их очень сильно любили сейчас может их любят больше может и нет я не знаю чем меньше остается тем больше я не знаю наверно последнего который будет выключать свет в аэропорту того просто будут здесь на руках не знаю мишенька не могу говорить но я думаю что шелеста сняли не за всплеск антисемитизма на самом деле конечно это это мало кого волновало наверное в то время поскольку это было везде вот за за попытку скажем возрождение украинского в украине пусть там никто не говорил о независимости об этом речь вообще не шла понял вот так мы начали друзья малята начали мы с деда панаса вот на этой радостной ноте да да значит ну что же я думаю что те кому интересно больше про дед панаса могут там погуглить правда да может быть может быть даже на ютюбе какие-нибудь записи там есть наверняка наверняка что-то можно найти на добранич диты да вот ну а мы тогда уже пойдем и была совершенно чудная песня рученьки ниженьки лаги дни очи спокийные ночи спад и пора прекрасная была песня это уже передача да да заканчивалась эта передача песней я петь не собираюсь нужно иначе ты потеряешь очень много своих подписчиков но песня была совершенно дивная такая очень мелодичная но вообще украинские песни я чувствую что нам сейчас наши зрители кто там живет в украине те нам накидаются ссылок на эту песню нам все время какие-то ссылки шлют так дополнить информации информационно наши сюжеты поэтому давайте ребята с большой признательностью возьмем и послушаем вот эту песенку если кто пришлет ссылку все счастливо счастливо